Всем привет, ребята! Сегодня я покажу и расскажу обо всех своих макетах пистолета Макарова из дерева, которые я изготовил своими руками в период с 2018 по 2024 годы. Посмотрим, как развивался мой макет ПМ и как приближался к идеалу. Погнали! Ребята, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Яндекс Дзен, Рутуб и группу ВК, чтобы в случае блокировки Ютуба в России не терять Infinity Weapons Craft. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Ладно, предлагаю пойти по хронологии от самого старого моего макета ПМ до самого нового. И начнем мы с пистолета Макарова, который я изготовил летом 2018 года. Делал я его на заказ и покупатель даже предоставил свой пневматический пистолет. Вроде бы это был МП-654, чтобы я при крафте ориентировался на него. Все состоит из слоев МДФ, кроме ствола, который скручен из бумаги. Из механизмов, защелка для магазина, подвижный спуск и затвор на пружине. Имеется затворная задержка. Постарался сделать макет похожим на оригинал, но в те времена я даже шаблоны с экрана нормально срисовывать еще не умел. Все утолщения тоже выполнены из дерева, поэтому в случае с затвором лишняя ширина просто стачивалась бормашинкой с наждачным валиком. То же самое с накладкой рукоятки. При таком подходе очень сложно потом сохранить ровные плоскости, особенно без дощечки с наждачкой, тогда еще не придуманной. Противоскользящие вставки делались с помощью москитной сетки. Сперва вытачивалась выемка, а после туда приклеивались кусочки москитки. Красил черным аэрозолем и коричневой латексной базой. Переходим к деревянному макарычу 2019 года. Для него я начертил новый шаблон. Сам макет получился лучше по качеству в плане форм, поверхностей и детализации. Но, к сожалению, пострадали пропорции. Другими словами, силуэт поделки отличался от оригинала. Как выяснилось позже из-за того, что я чертил трафарет по какому-то дерьмовому пневмату. Также неправильно скопировал магазин, добавив утолчение. У газовых моделей в магазин помещается баллон СО2, потому он такой толстый. Зато спуски опять-таки получились аккуратнее, шлифовка хорошая. За исключением разводов от кисти при грунтовке и некоторых мест поверхности гладкие. Добавилось окаймление для звезд, то есть кольца. Сами звездочки красивее, чем на версии 2018 года. Также появилась антабка для ремешка и полоса на затворе между мушкой и целиком. По механизмам все то же самое, только затворная задержка с защелкой работали стабильнее. А вот короткий ход затвора так и не исправлен. Покраска аналогично предшествующей самоделке. Потом ко мне в руки попал недоделанный ПМ одного из подписчиков. И осенью 2021 года я доработал его, превратив в модель из игры Сталкер Тень Чернобыля. Заменил щечки рукояти на новые из переплетного картона, убрал перепады между слоями, закруглил углы, как полагается. Формы стали гораздо ближе к оригиналу, несмотря на толщину изделия. Короче, превратил недоделку в конфетку. Окно выброса гильз теперь не просто имитация, сделанная выжигателем или в виде выемки на затворе, а полноценный сквозной вырез. Накладки рукоятки из картона позволили уменьшить толщину малежа, хоть и ненамного. Плюс поверхности доводить до гладкого состояния легче. Детализации стало еще больше. Покраску постарался произвести в соответствии с игровой моделью. Вроде получилось неплохо. Моющуюся краску как следует отшкурил от разводов кисточки, так что поверхности улучшились. Кстати, ПМ 2021 года из первой троицы имеет самый правильный силуэт профиля и масштаб. Версия 2019 вообще огроменная. Лето 23 года. ПМ из игры Atomic Heart. По сравнению со старыми пистолетами Макарова из дерева, этот имеет защелку магазина с правильным принципом работы. Рычаг отодвигается назад, как на настоящем образце. В прошлые разы он сдвигался вперед. Еще механизм затвора устроен по-другому. Раньше внутри корпуса был прямоугольник, связанный с затвором, который давит на пружину. Это проще в реализации, но избегать больших люфтов рамы тяжело. А вот с направляющими верхняя часть перестала люфтить. К тому же появилось нормальное пространство для затворной задержки, копирующей оригинал. До этого приходилось как-то изгаляться, чтобы уместить ее, но функционал все равно страдал. Пружина переместилась на ствол, прямо как на оригинале. Она сжимается передней частью затвора. Обработка тут, можно сказать, достигла своего апогея, поскольку на рамке наконец-то появились нормальные спуски с острыми гранями. Поверхности, в свою очередь, стали практически идеальными. Полностью идеального ничего не бывает. Вместо москитной сетки на роль противоскользящих вставок я взял одноразовые тарелки. Точнее, их ребрение снизу. Ибо фрезеровка выполнена таким образом, что ромбики выпирают, а не являются выемками. На сей раз получилось существенно уменьшить ширину макета за счет тонких слоев. В основном использован 3-х миллиметровый МДФ. Можно еще меньше, но тогда придется использовать картон и потом сильно стараться над доведением поверхностей до идеала. На картоне это сложнее, само собой. Покраска черным матовым Боснии и матовым лаком очень хорошо передает цвет оригинала, на мой взгляд. Накладку, как всегда, красил Олимпом Пейнт с колерами. Просто на сей раз оттенок подобрался удачно. И последний на данный момент Макарыч представляет собой переделку макета подписчика. Изготовлен весной 2024 года. Пришлось попотеть, чтобы добиться приемлемого внешнего вида. Здесь, конечно, уже нет механизмов. Деревянный пистолет является болванкой без подвижного затвора, без фиксатора магазина. Только спуск и курок нажимаются. Кроме того, он очень толстый. Прям невероятно жирный. Наверное, в два раза шире оригинала. Насколько получилось, настолько довел до ума хотя бы формы с поверхностями и детализацией. При покраске вдохновлялся моделью из игры Сталкерзов Припяти, копируя потертости в тех же местах. Ну, определенные улучшения по сравнению с первыми двумя макетами все же есть. Помимо форм, плоскостей, покраски. Например, использование картона толщиной 1 мм в качестве утолщений. Тоже своего рода эволюция. Не из дерева вытачивать, а приклеить готовое. Какой же вывод можно сделать из данного обзора? Во-первых, самой качественной и близкой к настоящему пистолету Макарова поделкой является макет из игры Atomic Heart. Даже несмотря на оглокообразный затвор. Во-вторых, хорошего обычного ПМ с качественным шаблоном у меня так и не появилось. Муляж 2021 года сделан по старому трафарету, немного измененному. В общем, данный образец еще будет ждать своего ремастера. Не скоро, но когда-нибудь. То же самое касается моего Спас-12, Вальтер П-99 и других пушек, качеством которых я недоволен. Пока не до этого, но очень хочется заняться ремейками старых проектов. Дорогие друзья, я также вам советую посмотреть вот этот выпуск с эволюцией калашей и выпуск с эволюцией винторезов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!